посмотрите туалетной бумаги вообще нет ничего себе я обалдею я не ожидала такого а с этой стороны все пусто посмотрите а здесь что было это все моющие друзья забрали все я хочу вам показать друзья это наш песка супермаркет огромный вы видите да что людей практически никого нет но у нас и так тут немноголюдно как вы знаете никакого ажиотажа как же сейчас пройдемся посмотрим что здесь продают а что здесь не продают я уже узнала статистику именно по нашему острову айла white сказали что два человека на сегодняшний день выявлено уже заболевшими это не очень хорошо потому что значит получается что все таки до суда тоже вирус добрался остров обособленный но тем не менее но вот видите вот все таки сказывается не то чтобы разобрали здесь все я не думаю что уж прям разобрали но похоже что завоза не было посмотрите однако же однако же друзья все полки пустые это детские подгузники и детские всякие такие салфеточки посмотрите все пусто вот как видите что не говори а все равно люди побаиваются идем дальше смотрим что здесь дальше у нас ну как я уже говорю что для вас конечно будет не очень понятно а для меня то очень понятно обратите внимание опять пустые здесь всегда была морковка завоза нет все пусто все пусто 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 ничего себе вот это уже интересно друзья обратите внимание здесь все пусто обратите внимание овощи уже практически все скуплено и все пусто представляете не даром люди волнуются а ведь еще раз повторяю это не потому что люди разобрали а потому что нет завоза потому что карантин вот так это называется ничего себе хотя вот так вот не видно вы знаете но у меня конечно мало мало людей с которыми я контактирую конкретно англичан сейчас осталось очень мало а русские пофигисты вы знаете им все равно вот моя знакомая она вообще не знает об этом ни о чем вот эти вот огромные как они называются ящики с картошкой посмотрите все пустые так же вот это ничего себе опять я говорю еще буквально пару дней назад я здесь была и здесь было все замечательно как обычно а сейчас пожалуйста вам и помидоров нет а вы говорите и я паникую или не паникую не знаю что сказать на это я сегодня заправила полный бак бензина чего никогда не делала ох ничего себе и молока нет вы полюбуйтесь боже мой боже мой я без молока то никак а его нету уж теперь делать-то наверху вот эту малюсенькую придется брать ну вот друзья такого честно я скажу я не ожидала я когда поехала в теска я поехала вообще-то за молоком и за хлебом и я что-то думала что здесь все как обычно вот какое-то еще молоко ну все в малюсеньких бутылочках с возьму посмотрите туалетной бумаги вообще нет ничего себе я балдею я не ожидала такого я думала у нас такого не будет но здесь печенюшки всякое такое осталось а туалетной бумаги вот утюг здесь целая стеллажи стояли как ухож все пусто друзья вот как это я зашла с другой стороны это все видите что здесь было я уже даже не могу понять не могу вспомнить что здесь было друзья о ничосе здесь было по-моему тоже какие-то салфетки что тут покет тишусь до салфеточки а с этой стороны все пусто посмотрите а здесь что было это все моющие друзья забрали все все моющие разобрали о его и мама а когда они это все успели так это что у нас голод час начнется да посмотрите что произошло все полки пустые идем дальше смотрим ничего себе и сказал я себе полюбуйтесь я зашла в другую секцию мама дорогая здесь опять ничего нет опять пусто я не буду даже вам говорить что здесь было потому что я не знаю посмотрите полуфабрикаты на половину пустое все посмотрите замороженные овощи всегда здесь было все по самый верх посмотрите все пусто так идем дальше вот здесь пусто опять замороженная картошка была и овощи всякие здесь опять все пусто 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 за 10 лет никогда не видела такого похоже что история серьезная люди вот сейчас я зашла людей было не очень много сейчас я смотрю все больше и больше люди все бегают вытаращив глаза так же как и я ничего не понимают знаете чтобы это было так смешно если бы не было так грустно сейчас я вам до конца покажу пойду крупы еще посмотрю что там с крупами вот очередные пустые полки с полуфабрикатами и я ведь вам говорю пустые потому что это на самом деле пустые для англии это пусто здесь всегда было все вы знаете утыкано но сейчас есть кое-что но практически пусто и яйца пожалуйста посмотрите что сахар пока еще есть но вы знаете я смотрю что все кто идет мимо все берут по два по три пакета сахара я тоже сейчас возьму что значит ажиотаж что значит паника или или вообще что это значит я не знаю как это понять пустые полки в мой огромном супермаркете я не знаю мне так что то как то вот не очень уже смешно даже боязно стало знаете повторяю вам я такого вообще никогда не видела это знаете вспоминается сразу советский союз последние годы перед развалом когда у нас были пустые полки в городе вот сейчас возьму своего меда я на всякий случай так сериал вот это всякие хрустящие хлопья хлебцы и вот посмотрите все опять ну все почти разобрали не буду говорить что пусто хотя пусто на самом деле полюбуйтесь здесь полюбуйтесь что как-то страшно вас кинька даже я не знаю боже мой боже мой боже мой что происходит в англии а вы знаете что эту панику нагнал на людей борис джонсон своим вчерашним да очень большим длинным выступлением он вчера выступал в общем на телевидении показывали там пресс-конференция была посмотрите масло подсолнечное почти пустые полки сейчас вот знаете тоже я же поддаюсь тоже панике сейчас возьму тоже бутылочку вот такую вот мало ли что ничего себе вот я вышла к прилавкам с рыбой посмотрите пожалуйста и я вышла прилавкам с мясом посмотрите пожалуйста и вот прилавки с сыром нормально вам нравится мне вообще-то да дальше были прилавки с какими-то полуфабрикатами здесь были прилавки с жареной курицей гриль здесь были прилавки еще с чем-то не знаю с чем я вот сыроежка очень люблю сыр и сейчас подошла хотела взять и того и этого но потом подумала ну слушайте но на всю жизнь все равно не закупишься но не буду я явно так уже посмотрите сколько нахватало идем дальше по пустому магазину вы знаете сказали что будет вот это вот у нас история целый месяц посмотрите это мясной это мясной ряд посмотрите что произошло боже мой вот так вот все пусто здесь было и были куры индейки всякие крылышки ножки целая курица ничего нет с этой стороны был мясной фарш я говорю был но это по моему я уже знаете по памяти то что вижу могу сказать ну вот видите люди ходят но я не сказала бы что у них полные тем не менее полные корзинки нету людей в корзинках очень мало вот видите так же в принципе как и у меня но может быть это для них много вот столько набирает может быть для них это многое не знаю хотя конечно хотя конечно ситуация неприятная ну и дальше все в том же духе прилавки наполовину пустые или наполовину полные как как уж тут вам нравится говорите посмотрите пожалуйста еще это знаете что здесь здесь у нас было пиво здесь у нас были соки всякие ну ничего себе в общем я посмотрела лучше бы называться я сюда не ходила у меня по моему там где-то завалялись сухари я уже даже не помню есть у меня сухари нет потому что я хлеб никогда не покупала но бывает иногда приносила и оставался я его подсушила но это вот эти все как они тут называются эти пепси колы они конечно мне не нужны сейчас пойду посмотрю куплю сок свой сок томатный я пью и еще какой-нибудь вот они соки они здесь еще в наличии хотя уже тоже виднеются большие прорехи надо покупать и даже бутылки с вином секция спиртного тоже посмотрите очень сильно поубавилось бутылки с газированной водой тоже поубавились ну я взяла кое-что тоже и паника тоже взяла вверх надо мной и я набрала больше чем предполагала и больше чем обычно заплатила я выхожу вот он мой рюкзак который у меня открыт был торчал с кошельком ну ладно это все отступление слушайте сейчас на кассе когда я платила но слава богу у меня ничего не было по три больше трех а там сзади меня женщина и у нее там по четыре банки было томатов каких-то знаете таких металлические банки что-то такое горошек какой-то ей сказали извините у нас ограничение только не больше трех банок в руки но имеется ввиду не больше трех штук одного наименования товара четыре вы уже взять не можете то есть представляете они поставили ограничение уже то есть получается что это серьезное дело друзья так вот что я хотела сказать борис джонсон он вчера провел пресс-конференцию очень долго сначала с врачами там с медиками вел беседы а потом рассказывал людям разъяснял и он сказал что действительно действительно серьезный пандемия серьезный вирус пришел и в Англию и он сказал что мы не имеем возможности он просто даже это подчеркнул мы не имеем возможности если это коснется 60 процентов населения то естественно медицина наша не сможет стольким людям обеспечить лечение я вышла из магазина такой день сегодня у нас вы знаете и ветер опять сильный поднялся ну вот видите я не могу сказать что здесь мало машин на парковке на парковке машин здесь как обычно в это время дня сегодня у нас три часа дня среда 18 марта 2020 года вот такие друзья у нас новости на сегодня в британии по поводу коронавируса очень неприятные я буду держать вас в курсе если интересно буду рассказывать что происходит дальше но все друзья сейчас иду домой увидимся не болейте берегите себя пожалуйста не ходите туда где много людей всего вам доброго пока пока пока